На этом слайде очень хорошо отражен прогресс в лекарственном лечении различных злокачественных опухолей. Если мы посмотрим, то, безусловно, рак почки находится в средней или нижней трети. Прогресс, безусловно, достигнут в 5-летней выживаемости, но небольшой. Надо сказать, что этот прогресс был достигнут исключительно благодаря лекарственной терапии, потому что в ранней диагностике мы особо сильно не продвинулись. И если говорить об эволюции, то эффективное лечение больных с дистеминированным раком почки началось, безусловно, с цитокинов. Это был первый этап терапии. Началось довольно-таки давно, в 1981-1982-1983 годах, когда были первые исследования с интерфероном альфа и интерлекином-2, после того, как получили рекомбинантным образом эти белки. Надо сказать, что исследования с интерфероном вообще в медицине, они же велись намного дальше. Но мне, к сожалению, не удалось проследить, а использовались ли они в лечении метастатических злокачественных опухолей или нет. Потому что публикации эти весьма старые, естественно, в электронном виде их найти сложно. Но, тем не менее, что дали терапии с цитокинами? В большом метаанализе, который был проведен в 2005 году, было убедительно показано, что применение иммунотерапии с цитокинами примерно в 10 раз эффективнее, чем применение группы сравнения. В данном случае это было либо наблюдение, либо химиотерапия. Но это всего лишь около 13%, при этом лишь 4% достигают полного регресса, а общая выживаемость составляла 13,3 месяца. Риск смерти 0,56, то есть это очень эффективная терапия, вы знаете, что крайне редко сейчас мы встречаем риск смерти 0,56 по сравнению с стандартным лечением или со стандартным подходом. И среднее улучшение медианы общей выживаемости на 3,8 месяца. Что интересно, что оптимальные режимы терапии оказались неясны. И более того, оказался важен тот факт, на который сначала не обращали внимания, что объективный ответ не является хорошим сурогерным маркером общей выживаемости. То есть, как мы сейчас знаем, при иммунотерапии даже стабилизация может быть достаточно длительной. Но что оказалось важнее, что при применении терлекина-2 мы имели намного лучше показатели выживаемости. Здесь была чёткая зависимость от дозы. Высокие дозы или комбинированное лечение обладало наилучшими кривыми. Более того, мы имели очень длительные результаты отдалённого лечения. Ну вот пример частичного регресса у пациента, который получал у нас на отделении высокие дозы терлекина-2. Здесь частичный регресс, к сожалению, был не очень продолжительным. Но что ещё оказалось интересным и важным в контексте дальнейших действий. То, что иммунотерапия, в частности высокие дозы терлекина-2, оказались способны преодолевать неблагоприятные прогностические факторы. Если в плане ЭКОК разницы здесь большой не было, то в плане метастазов в печени или костях, каждый из которых из метастазических очков являлся негативным фактором для прогноза эффективности иммунотерапии, высокие дозы терлекина-2 помогали его преодолеть. Ну и то же самое первичная опухоль. Вы знаете, что при раке почки удаление первичной опухоли при метастатическом процессе улучшает прогнозы, способные вызвать регрессы опухоли. Высокие дозы терлекина-2 даже при наличии первичной опухоли значительно увеличивали оживаемость пациентов. На что ещё надо обратить внимание? На плата. Здесь есть плата, которую мы привыкли сейчас видеть при современной иммунотерапии. Здесь оно уже появилось. Фактически, терлекин-2 был первым методом лечения, который позволил нам предположить возможность излечения метастатического рака почки. Об этом сейчас забывают, но тем не менее, до сих пор высокие дозы терлекина-2 никуда не делись из стандартов лечения в том же НССН, метастатической меланомии, метастатического рака почки. Видите, пациент, у которого достигнут полный регресс, здесь сроки наблюдения не в месяцах, а в годах. Это максимальные сроки наблюдения на сегодняшний день при таких заболеваниях. После трёх лет пациенты не прогрессируют, по факту они остаются излеченными. Второй этап. Направление иммунотерапии развивалось, и этот этап как-то оказался, я не знаю, пропущен или незаслуженно забыт, хотя до сих пор мы его можем применять, и многие из этих препаратов у нас в руках. Это применение вакцинотерапии. Изначально это были вакцины, генномодифицированные вакцины, потом вакцины на основе дендритных клеток. Это высокие дозы томоксифена, как иммунотерапия. Что это давало? Вот пример эффективности терапии больного рака почки с генномодифицированной вакцины. Обратите внимание на длительность эффекта. У пациента был достигнут частичный регресс, он продолжался более 9 лет. Пациент в конечном итоге умер не от рака почки. Признаков прогрессирования на момент смерти никаких не было. Другой пример. Вакцины на основе дендритных клеток. Мы разработали технологию в нашем институте, которая запатентована, которая позволяла делать дендритные клетки из костно-мозговых предшественников. Вы видите выраженный частичный регресс, длительно сохраняющийся. И эта группа пациентов, да, есть определенная группа, которая получает выраженный эффект. Что надо сказать, что вакцинотерапия – это хорошо переносимое лечение. То есть все пациенты находятся амбулаторно. Это довольно-таки в ряде случаев эффективная терапия. Тамоксифен. Что интересно, мы знаем, что этот препарат стоит дешево. Мы знаем, что эта гормонотерапия применяется для рака молочной железы. Но в высоких дозах у больных раком почки он работает как иммунотерапия. Есть механизм, неопосределенный рецептами эстрогенов. И вот мне удалось найти рандомизированные исследования, где терапию высокими дозами тамоксифена сравнивали с комбинацией интерферона и интерлекина-2. Да, это исследование старое. Но посмотрите, никакой разницы в общей выживаемости нет. Мы точно так же видим плату. А теперь представьте тебе стоимость этого лечения, особенно в сравнении со стоимостью современных препаратов. Это несопоставимая вещь. То есть это тоже активный режим лечения. Что важно, с первого этапа, со времен применения цитокинов, мы впервые получили шкалу прогноза. Мы разделили всех пациентов на разные прогностические группы. Эта шкала работает до сих пор. Да, есть некоторые модификации, какие-то факторы приходят, какие факторы уходят. Но тем не менее мы знаем, что всех больных с опухолями почки мы можем разделить на три прогностические группы. И у этих прогностических групп должно быть принципиально разное лечение. Это пациенты с отсутствием факторов риска, с двумя факторами риска или с тремя и более факторами риска. Сами факторы могут быть разные, но всегда учитывается общее состояние, уровень гемоглобина, кальций, ЛДГ, сюда же подключается нефрактомия и разные другие факторы в зависимости от того, что мы делаем. Следующий этап – антиангиогенная терапия. Когда ее придумали, это был бум. Действительно, казалось бы, нашли мишень. Ангиогенез есть в опухоли, нет в нормальных тканях. У нас есть точные молекулы, которые будут точно бить. Мы ожидали, что у нас сейчас будут определенные перечень генетических нарушений. Мы ровно на этот перечень будем назначать высокоселективную таргетную терапию, поразим опухоль и больше ничего не будет. Однако клиническое применение показало, как на этой мишени, что мы не всегда попадаем в десятку. В лучшем случае мы попадаем где-то рядом, а часто мы попадаем совсем не рядом, а часто мы вообще мажем. И, к сожалению, мы стреляем не из снайперской винтовки, а из дробевика. Почему это происходит? Потому что вся эта таргетная терапия оказалась не совсем таргетной, а скорее мультикиназными ингибиторами. Здесь показаны константы минимальной ингибирующей концентрации препаратов, которые, как мы знаем, относятся к антиангиогенной терапии и к ингибиторам МТОРС. Сарафинип, сунетинип, оксетинип, позапонип, кивозанип, эверолимус, атомзиролимус. Обратите внимание, что это перечень рецепторов, которые они блокируют. Чем более красный цвет, тем больше силы ингибирования рецепторов. Посмотрите. Сарафинип, он умеренно блокирует ВЭК в рецепторе, но он блокирует еще и ЦКИД, он бланирует ПДЖФР, Альфа и Бета. Он блокирует ПУТ-РАФ, причем он не с эффективным ингибитором БРАФ, он блокирует нормальный БРАФ. Далее, развитие сунетинип, оксетинип, все более и более специфичные, более сильные антиангиогенные ингибиторы. Но и они являются амультикиназными. Да, они не очень влияют на АКТ, они не очень влияют на иммунную систему, тогда как сарафинип выраженно подавляет иммуносупрессивные клетки. Эверолимус-темзиролимус, наоборот, в другой степени влияет на иммунную систему, по-другому влияет на АКТ-путь, но и также влияет на ангиогенез, это тоже антиангиогенная терапия. Посмотрите, константа диссоциации, в общем, поменьше даже, чем у сарафинибы, хотя мы привыкли, что МТОР – это одна история, а антиангиогенная терапия – это совершенно другая история. Что получилось? Если взять мета-анализы, посмотреть, к чему приводят терапии такие амультикиназными ингибиторами или антиангиогенная терапия с использованием белотезумаба, мы видим, что риск смерти пациентов снижается при использовании и комбинированной терапии по сравнению с монотерапией, и при использовании сунитиниба по сравнению с интерфероном, который тогда являлся стандартом, и при всех значениях мы видим, что у нас риск снижается. Если мы начнем сравнивать с новыми стандартами, которыми стала антиангиогенная терапия, то здесь уже эффективность не такая высокая, видите, все кривые пересекают границу клинической эффективности, таким образом разные пути комбинирования антиангиогенных препаратов, они примерно одинаковые. В числовых выражениях, чего мы достигли с помощью антиангиогенной терапии? Мы увеличили время до прогрессирования примерно до 11 или 26 месяцев. Мы увеличили частоту объективных ответов примерно в 3-4 раза. Безусловно, это достижение. Пациенты стали жить дольше. Это все таблетированная терапия, это амбулаторная терапия, и это терапия, которая обладает своими нежелательными явлениями. Интересно было проанализировать, а что дала в целом антиангиогенная терапия, если сравнивать ее с плацебо. Потому что мы можем провести такой, так называемый, сетевой метаанализ. У нас все препараты сравниваются каким-то образом между собой. Таким образом мы можем рассчитать, какой эффект по сравнению с отсутствием лечения каждый из препаратов оказывает. Вот они все отложены. Чем дальше направо, тем больше эффект терапии. Посмотрите, вот она монотерапия интерфероном альфа, наш стандарт. И вот то, что сделала таргетная терапия, особенно комбинированная терапия. Вы видите, да, сдвиг есть, сдвиг существенный. Но нам хотелось бы, чтобы он был более явный, более четкий. Безусловно, сдвиг зависит от того, в какой прогностической группе мы говорим. Если это пациенты с наиболее благоприятным прогнозом, там работает интерферон и очень хорошо работает антиангиогенная терапия. Если это пациенты с неблагоприятной прогностической группой, там плохо работают все препараты. Еще одно числовое выражение сравнения с унитенибом. Вы видите, столбики близко, да, антиангиогенной терапии чаще всего лучше. Но и во второй линии стало работать. Это второе достижение этого этапа. У нас появилось энное количество эффективных методов лечения. И, соответственно, большое количество комбинаций. Мы стали говорить не только о первой линии терапии, мы стали говорить о первой, второй, третьей, даже четвертой иногда линии терапии с различными комбинациями. У нас стал вопрос, как комбинировать. Возможно, от комбинирования зависит эффективность лечения. Более того, до сих пор еще анализируются альтернативные режимы назначения препаратов. Вот здесь совсем недавние данные, которые показали, что альтернативный режим модификации доз унитениба приводит к улучшению выживаемости больных. Просто мы не редуцируем дозу, а мы меняем режим назначения препаратов. Ну и кроме того, изучение резистентности препаратов привело к выводу о том, что очень важным в лечении, казалось бы, антиангиогенной терапии или мультикиназным ингибитором является роль иммунной системы. Посмотрите, это те механизмы, которые блокируются антиангиогенной терапией. Мы обычно на схемах видим вот эту часть картинки, где все препараты хорошо блокируют ВЭКФ, чуть хуже ГФР, ПДГФР, тормозят эндотелиальную клетку, сосуды не развиваются, противоопухолевый эффект достигается, кровяное русло нормализуется. Но одновременно происходит блокирование и в опухолевой клетке, и снижается продукция цитокинов иммуносупрусивных, снижается уровень интерлекина-6, фактор роста фиброглаза самого ВЭКФа, и одновременно блокируется клетка иммунной системы. А здесь большинство препаратов блокируют стат-3. Это ключевой регулятор активности цитокинов в иммунных клетках. Более того, прогрессирование наступает тогда, когда мы теряем контроль не за опухолевыми клетками, не за эндотелиальными, а за иммунными клетками, когда растет уровень интерлекина-6. Потому что миелоидные супрессивные клетки дают опухоли возможность делиться. Установите контроль, и опять сунетениб тот же начинает работать после некоторого перерыва. Дальнейшее изучение показало, что иммунная система крайне активно вмешивается в течение опухоли почки. В частности, в этом окружении активную роль играет PD-L1, что плавно подвело нас на следующий этап – анти-PD-L1 терапия. Помимо того, что это важный прогностический фактор, это оказалось удобной мишенью для терапии. И получается, что нам дала новый уже виток иммунной терапии при раке почки – это частота объективных ответов. Анти-PD-L1 терапия – 18-31% объективных ответов, сопоставимо с антиангиогенной терапией. Цитокины несколько хуже. Другие виды терапии – антицитля-4 – не применяются, но изучался и не так эффективен. Вакцина, адаптивная терапия – тоже несколько худшие результаты. Медиана общей выживаемости достигла 25,5 месяцев. Это больше, чем давала таргетная терапия. Это следующий уровень эффективности. Цитокины гораздо скромнее. Вакцины дают схожие результаты по некоторым данным. Если смотреть исследования на второй линии терапии, эти таблицы предложены нам Моцаром, он признанный мировой лидер по лечению рака почки. Посмотрите, антомизированные исследования регистрационные, в которых оценивалось сочетание окситиниба или сарафиниба, тимизиролимуса или сарафиниба, эверолимуса или плацебо, довитиниба, сарафиниба и неволюмаб. Медиана общей выживаемости. Сток в неволюмабе цифры пересекают 20 месяцев при второй линии терапии. Это наилучшее лечение. Действительно, в рандомизированном исследовании это подтвердилось. Неволюмаб оказался лучшей эверолимуса. Более того, наилучший эффект был достигнут в неблагоприятной прогностической группе. То же самое, что мы видели при высоких дозах интерлекена-2. И здесь эффект, просто драматический, риск смерти больше, чем в два раза сократился. Более того, иммунотерапия, что новая, что и старая, не очень хорошо может быть описана с помощью терминов объективного ответа, потому что даже лечение после прогрессирования приводит к увеличению выживаемости пациентов, в частности, на этом слайде больных раком почки. И риск смерти у них сокращается на 60%, если мы продолжим лечение при прогрессировании. Да, должны быть соблюдены условия. Общее удовлетворительное состояние, отсутствие клинически значимого прогрессирования. То есть мы прогрессирование можем видеть на КТ, но не видеть его клинически. Общая выживаемость. Уже совершенно другие отметки терапии. У нас двухлетняя выживаемость перевалилась за 38%. У нас есть плата где-то на 34% на уровне 3 и 5 лет. И плата не продолжает падать. Здесь, конечно, мало пациентов, но тем не менее, это надежда на платы. Это опять надежда на излечение. И уровень чуть выше, где-то в районе 30-25%. Продолжением этой же темы, когда мы получаем хорошие результаты на второй линии терапии, мы переходим к первой линии терапии. И в этом году на ЭСМО были доложены первые результаты исследований Чекмейт-214, где уже комбинированная терапия и неволюмабом, и эпилемумабом проводилась в сравнении с сарафинивом. Посмотрите. Больны опять неблагоприятным и высоким риском смерти. Выраженный эффект от комбинированной терапии, значимый, постоянный и сохраняющийся в течение длительного времени. Общая выживаемость. Точно такое же расхождение. То есть эффект, достигнутый на этой линии терапии, продолжается и транслируется в показатели общей выживаемости. Это очень важный показатель, который свидетельствует о том, что иммунологические подходы все-таки работают для рака почки. Они являются очень важными. И если подводить суммарно итог, то, чего мы достигли практически за 20 лет, то мы начинали с иммунотерапии цитокинами. Это было всего лишь в районе 5%, в районе 9-10 месяцев выживаемость. И дальше потихонечку показатели общей выживаемости рашли на сегодняшний день, они уверенно переваривают за 30 месяцев. Время до прогрессирования растет. И последний рост – это 12 месяцев при использовании неволюмаба в комбинации с эпилюмабом. Это наилучший пока что показатель на сегодняшний день. И если говорить о том, какая терапия используется при раке почки, вот предложенная нами классификация методов иммунотерапии, у нас при раке почки используется практически любая терапия. Если вакцина и клеточная терапия – это на сегодняшний день только экспериментальное лечение, то зарегистрированные методами являются ПД-1, ингибиторы, то есть группа препаратов, воздействующихся на иммунологический синапс, модуляторы кинетики иммунных процессов, интерферона, интерлекина-2, методы устранения иммуносупрессирующих факторов, биоцузумаб, и методы воздействия на опухоль, собственно говоря, с модуляцией иммунного ответа – это мультикиназные ингибиторы. Ну и, подводя итог, хотелось бы задать снова этот же вопрос. Как, по-вашему, что является основным методом лечения метастатического рака почки? Уважаемые коллеги, давайте голосовать. Все проголосовали. Ну, я думаю, что тут очевидно, что… Спасибо за то, что все слушали мнение, и мнения изменились. На самом деле, здесь специально были поставлены многие методы, к которым можно ответить по-разному на вопрос. Но на самом деле, все, что мы сейчас используем для лекарственного лечения больных рака почки, все каким-то образом воздействует на иммуносистема, поэтому это все может быть объединено одним словом на иммунотерапию. Хотя все остальные ответы, начиная с третьего, они правильные. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый Алексей Викторович, за блестящее освещение проблемы. Как всегда, все крайне понятно и крайне емко. Коллеги, есть ли вопросы? Пожалуйста. Алексей Викторович, позвольте вас спросить. Спасибо большое за интересный доклад. Я хотела спросить. Вот в зале сидят очень много клиницистов. Вот у вас в арсенале есть все. У вас метастатические рак почки. Вы оценили прогноз, неблагоприятный прогноз. С чего вы начнете лечение данного пациента? Вы начнете комбинацию интерферонов с неволюмабом, таргетной терапией с неволюмабом? С чего начнете вы? Если у меня есть все, я начну с неволюмаба с неволюмабом на сегодняшний день. Тогда следующий вопрос. Вы в своем докладе сказали о том, что несмотря на прогрессирование заболевания на фоне неволюмаба, но если есть контроль за симптомами заболевания, то можно продолжить. Как известно, есть совершенно другая оценка критерия рецесс для иммунотерапии. Вот просто я столкнулась тоже с такой проблемой, что у пациента есть клинический контроль над заболеванием, но идет рост очагов. Вот вы здесь используете комбинацию обычных критерий фрицист и вместе с комбинацией оценки именно иммунотерапии. Вот в помощь здесь сидящим клиническим онкологам. Как поступить? Есть контроль над симптомами заболевания, но идет рост. Да, мы знаем, что после первой оценки у нас может быть ложное прогрессирование, и мы можем спокойно продолжить. А если вы проводите повторное обследование, вы снова видите рост образований, но полный контроль над клинической симптоматикой. Как поступить в данной ситуации? Ну, я хочу дать двойной ответ такой. Во-первых, те случаи, когда мы видели псевдопрогрессирование, это было не при первой оценке эффекта, а как раз позже. И действительно, правда, у нас в большинстве случаев это были больные меланомы, а не раком почки, но мы видели действительно изменения и радиологически однозначные признаки прогрессирования, которые потом не случалось, и пациент после этого через год и через полтора продолжает лечение. Что касается вопроса, какими критериями пользоваться, я точно такой же вопрос задал на последнем конгрессе дерматоонкологов, где все это обсуждалось. И мне дали вот ответ, который мне очень понравился. Мне сказали, что надо использовать две критерии и еще подумать. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое, Алексей Крузи, за блестящий доклад. У меня только один вопрос по поводу, есть ли корреляция между PD-1 экспрессией и ответом противоопухолем на лечении. То есть, мы можем хотя бы больше 1%, больше 2%, 20% и так далее. Потому что при некоторых злокачественных опухолях нашли эту корреляцию, при некоторых 1% уже достаточно для ответа. Я скажу так, что в принципе, в данном исследовании, насколько я помню, эффект был практически во всех группах. И на сегодняшний день не требуется оценки экспрессии уровня PD-1 при метастатическом раке почки для назначения иммунотерапии. Но по факту размер эффекта, который мы будем достигать, это напрямую зависит от уровня экспрессии. То есть, это непрерывная величина. Вопрос лишь в том, какой уровень эффекта будет у пациентов с низким уровнем экспрессии. Для рака почки этот уровень достаточно, чтобы назначать терапию. Для рака легкой этот уровень не всегда достаточен для того, чтобы назначать терапию. Но в целом это непрерывная величина. И делить эту непрерывную величину можно бесконечное число раз. В любом случае, пациенты с более высокой экспрессией будут получать большую пользу, чем пациенты с более низкой экспрессией. Но при этом надо помнить, что PD-1 терапия работает не только в опухолевой ткани, она работает еще и в органах иммунной системы. А там мы уровень экспрессии не определяем. И на периферических циркулирующих клетках мы сейчас уровень экспрессии не определяем. И тем не менее, они важны. Да, это может быть будет чуть меньше ответа, это будет более медленный ответ, как мы узнали на эпилеумабе. Но тем не менее, этот ответ вполне может быть. Нам, безусловно, надо еще больше знать, больше получать информацию, потому что помимо уровня экспрессии, есть еще опухолевая мутационная нагрузка, которая высокая при раке почки. У нас есть еще количество опухолевоцитрирующих лимфоцитов, у нас еще характеристики этих опухолевоцитрирующих лимфоцитов есть. И не всегда это клетки лимфоидного ряда, там еще и милоидные супрессивные клетки. И все это требуется учитывать. Чем больше факторов негативных или позитивных, тем более точно мы будем комбинировать эти факторы. Спасибо большое. Алексей Ветрович, можно задать вопрос? Как Вы думаете, два направления, таргетная терапия и иммуно-экологическое направление в терапии рака почки, будут ли они соединяться, будут ли они сливаться, или все-таки кто-то, по Вашему мнению, будет лидером? Я хотел бы сказать, что мы привыкли так говорить о таргетной терапии и иммунотерапии как о противоположностях, хотя на самом деле вся иммунотерапия является таргетной. И, как оказывается, большинство препаратов, которые мы называем таргетной, влияют на иммунную систему. Что касается комбинированного подхода, то, безусловно, комбинированный подход оказывает достаточно значимый эффект. И в том метадализе, который я показывал, самые высокие результаты были получены именно при комбинации иммунотерапии и того же биотезумаба, который сейчас активно изучается. Но будущее покажет, насколько они будут эффективны. И вопрос ведь не только в комбинации, вопрос еще в последовательности методов, потому что иммунотерапия оставляет после себя выраженный след и влияет на последующее лечение. И как это будет сказываться на эффективности терапии, не ясно. На сегодняшний день известно только одно, что в первой линии мы по результатам Конгресса С, мы можем сказать, что, по крайней мере, для пациентов с промежуточным и неблагоприятным прогнозом, иммунотерапия однозначно является значимой опцией первой линии лечения. Для пациентов с благоприятным прогнозом она пока такой опцией не является. Возможно, при накоплении данных мы как раз и узнаем, что будет с этими пациентами после того, как они будут пролечены иммунотерапией, если они запрогрессируют после этого. Какова там будет эффективность терапии. Поэтому чем больше у нас вариантов лечения, тем больше вариантов комбинирования, переключения. Это требует большого количества клинических исследований. Возможно, даже изменение метода самого проведения клинических исследований. Потому что такое количество различных комбинаций запустить в обычные исследования, где у вас есть одна, две или три группы, которые дают наибольший уровень доказательности, это практически нереально. Слишком много комбинаций создается. У меня еще маленький вопрос. Осенью этого года было опубликовано исследование, неретроспективная оценка иммунопосредованных эффектов на неволомомабе больных, правда, неминка клеточным раком лёгкого. Там была чётко определена корреляция между увеличением общей выживаемости и частотой иммунопосредованных эффектов. Были ли такие наблюдения или исследования перспективные для больных, получавших иммунотерапию при раке почки? И коротко, если вы сможете сформулировать, всё-таки основная причина вот такой вот корреляции между выраженностью иммунопосредованного эффекта и увеличением общей выживаемости? Для рака почки такой информации не было, для меланомии такая информация получена. Причина одна, что механизм развития иммунопосредованных нежелательных явлений противоопухолевого ответа идентичен. Это развитие аутоиммунного ответа, разблокировка аутоиммунного ответа на собственной ткани, потому что противоопухолевый иммунный ответ является полезной аутоиммунной реакцией. А как быть с теми пациентами, у которых нет иммунопосредованной реакции, но тем не менее у них есть ответ на проводимую терапию? Одно другого не исключает, просто всё зависит от того, какое количество и каких клонов опухолеспецифических Т-лимфоцитов, какое количество клонов Т-лимфоцитов на неоантигены существует. Если у нас большое количество этих клонов, если вся проблема ускользания опухоли от иммунного ответа строится именно на защите опухоли с помощью ПД-1, то здесь, я думаю, достаточно небольшое воздействие может привести к выраженному противоопухолевому эффекту, а для развития аутоиммунных проблем потребуется гораздо большее время. И здесь мы можем просто видеть, что у пациента пока ещё нет аутоиммунных реакций, и есть при этом эффект. Надо сказать, что нам про аутоиммунные реакции ещё много надо узнать тоже, потому что, например, препараты, которые вроде как действуют, похожи, то есть моделируют иммунологический синус, они при этом совершенно вызывают с разной частотой одни и те же нежелательные явления. Поэтому в чём здесь загвоздка, надо ещё выяснять. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Дмитриевич. Спасибо.